Здравствуйте! Как говорили в одном знаменитом фильме, если у мужчин есть свои дела, они могут легко заняться ими. Потому что сегодняшнее видео исключительно для женщин. Сегодня мы поговорим про сумочки. Именно сумочка делает женщину женщиной. Хотя, конечно, парикмахеры утверждают другое. Они говорят, что именно прическа делает женщину женщиной. А бувщики говорят, что именно сапоги делает женщину женщиной. Но так как я шью сумочки, я смею утверждать, что именно сумочка, особенно если она ручной работы, делает женщину женщиной. Итак, сумочка в наше время это не просто дополнение к одежде. Это иногда даже. Ну, немножко как будто бы даже произведение искусства. Недаром в мире насчитывается уже несколько музеев сумочек. Самый большой музей в Амстердаме. Он насчитывает три с половиной тысячи сумок. У меня, конечно, не столько сумочек. А буквально, наверное, десяток не наберется ручной работы. Но я решила сегодня их рассказать и показать вам. Итак, начнем. Сумочки у меня разного направления. Ну, есть сумочка, например, вот такая. Сумочка, я бы так сказала, театральная, наверное. В театр с такой сумочкой можно пойти. Это сумочка магазинная, скажу честно. Вот это все, значит, сделано когда-то где-то на фабрике. Она была кожаная. Сумочка старинная. Где-то 60-го года прошлого столетия. Она была кожаная. Кожа пришла уже давно в негодность. Я ее реставрировала. Взяла ткань, обтянула. Ну, пошила, конечно. Тут бачка вырезала, пошила. Здесь приклеила горячим клеевым пистолетом. Сделала розочки ручной работы. И получился вот такой вот клач. И дешево, как говорится, и сердито. Конечно, это не тот клач, который сделали для книги рекордов Гиннесса. Тот был весь украшен алмазами. И стоит около 4 миллионов долларов. А наш стоит копейки. Ну, все-таки такая вот интересная сумочка. Вечерняя. Когда буду делать мастер-класс, например, по ободочкам, тогда я и расскажу, как я делала эти розочки. А сегодня просто порассказываю про сумочки. Так, вторая сумочка. Я тоже считаю, что она... Ну, вот в театр можно с ней пойти. Эти бусики обыкновенные, деревянные. Они не особо украшают. Можно даже и без них. Вот так вот спрятать вовнутрь. Купила ткани 30 сантиметров. Вовнутрь вставляла какой-то уплотнитель, купленный в строительном магазине. Ну, тоже вот розочки с ленточек атласных. Здесь вот использовала шифончик недорогой. Шифончик бывает недорогой, который используется для штор. А бывает подороже, который используется для платьев, блузок. Здесь вот недорогой шифончик использовала. Здесь какие-то камушки наклеила. И получалась такая довольно-таки интересная сумочка. Так, если эти сумочки у меня, значит, театрального плана, вот эта сумочка у меня для выпускницы можно, на выпускной вечер. Значит, ткань наклеила на дублерин. Три детальки здесь, значит. Передняя, задняя детальечка одинаковые. И бачок, и низ. Горячей толстой иглой сделала дырочки. Хотя вот в последнее время купила дырокол специальный для кожи. Этим дыроколом, конечно, легче сделать дырочки. Потом обметала каждую детальку. И между собой их соединила крючком. Вместо ручек использую, значит, здесь бусинки с натуральных камней. Ну, желательно, чтобы ручки сочетались вот с какими-то украшениями, с какими-то, значит, розочками. Здесь вот бирюзовая сюда сочетается. Ну, здесь розочки как бы разные техники исполнения. Ну, немножко могу сказать. Здесь косая бейка складывается в два раза. Значит, ткань была здесь белая, атласная, или, может быть, крепатлас. Значит, прям кисточкой покрасила, немножко розовым, немножко кремовым цветом. Потом сложила в два раза, значит, на иголочку все это припосадила, присобрала, и получилась такая розочка. Ну, в следующем отдельном мастер-классе покажу, как это подробно делается. Вот такая сумочка. Внутри, конечно, подкладочка, на липучечке тут все закрывается, кармашек тут есть, потому что выпускница, не выпускница, а что-то там положить надо в эту сумочку. Так, следующая сумочка у меня вот такая. Это, честно скажу, изначально была какая-то большая, типа хозяйственной сумки. Я ее уменьшила в размере, также дароколом сделала дырочки, обметала, ну, по форме она напоминает предыдущую сумочку. Вот. Ну, и понаходила всякие кружавчики. Я думаю, у каждой женщины, тем более портнихи, найдутся какие-то остаточки. Какие-то кружавчики, между прочим, они все тут по цвету подошли. Такие кремовые, молочные, кофейные. Вот таким образом их по горизонтали расположила, наживила, конечно, сначала, пристрочила на машинке, краешек, чтобы был аккуратен, аккуратно сделанный, обшила еще одной, значит, еще одним кружавчиком. И получилась вот такая сумочка. Ну, с этой сумочкой куда можно? На море можно. Положить туда полотенчик, положить туда шлепанцы. Ну, это мы на море живем, то не на море, на речку можно сходить. Там можно и просто на рынок. Просто на рынок за фруктами. Просто на рынок за фруктами. Вот такая сумочка. Ну, конечно, на рынок за фруктами хорошо ходить с корзиночкой. Эта корзиночка, конечно, не моей работы. Ну, раз я уже говорю про сумочки, и даже немножко про историю сумочек, то вот хочется мне и про такое сказать. Это корзиночка плетеная, но это тоже своего рода сумочка. С ней ходят за фруктами на рынок. А еще у меня есть такая корзиночка. Ну, это просто эксклюзивная. Конечно, на рынок не пойдешь с ней. И вообще никуда не пойдешь. Она у меня стоит в столовой, вверху, на подвесном шкафчике. Я ее купила давно, где-то в начале 90-х годов. Так что ей уже больше 20 лет. Да, сделана она из шишек. Ну, и все, кто заходят ко мне первый раз домой, видят эту корзиночку и все спрашивают. Сама делала. Ну, я не люблю брать. И говорю, нет, я когда-то ее купила. Ехала в поезде, мужчина продавал на перроне. И вот он мне уже передал эту сумочку через окошко, по-моему. А я все никак не посчитаю деньги. И он бежит за поезд, и мы уже, честно сказать, волнуюсь, отдадут ли ему деньги. Ну, корзиночка у меня осталась. Деньги у него оказались. Вот такая корзиночка интересная. Так, ну, магазинные сумочки не буду. Ну, может быть, покажу, но не буду задерживать на них внимание. Потому что это магазинные сумочки, они сильно никому не интересны. Пошел в магазин, купил, и все. Да, значит, следующие сумочки моей ручной работы. Вот такая вот, значит, сумочка свадебная. Значит, вместо ручки бусики жемчуг искусственный. Такую сумочку придумала мадам де Пампадур в 18 веке. Она скроила по кругу из ткани, и вверху у нее был такой тоненький шнурочек. И называлась эта сумочка «Редикюль», что в переводе с французского обозначает «смешная». Ну, не знаю, смешная ли эта сумочка, но это вот прототип той сумочки мадам де Пампадур. Сейчас такие сумочки используют на свадьбу. Еще у меня есть свадебная сумочка. Сын у меня скоро будет жениться, и поэтому я пошила вот эти две свадебные сумочки. Думаю, какую сумочку захочет его невеста взять на свадьбу, пофотографироваться и просто походить. То и выберет. А я буду очень этому довольна. Пошита она наподобие той красной, по той же выкроечке. А здесь такая пуговичка симпатичная вместо застежки. Вот такая вот сумочка. Следующая сумочка тоже прогулочная, как и вот наподобие этой, я бы сказала. Значит, пошита просто с мешка. Если раньше эти мешки использовались по бытовому назначению, то сейчас в основном на рынке продают эти мешки просто для рукоделия. Вот я тоже сделала три детальки, обметала их. Здесь, значит, розочки ручной работы. Ну, здесь я не просто их крутила, розочки, как, допустим, здесь. А, значит, в иголочку с широким ушком вставляла ленточку и вот таким образом здесь, значит, закрепляла. А потом в центре уже располагала розочки. И получилась вот такая сумочка. Тоже для прогулки. Не напыщенная. Простая сумочка. Ну, на любителя, конечно. На любителя, да. Не каждая дама с такой сумочкой захочет пройтись. Ну, так как я шью сумочки. Мне интересно было такую приготовить. Она большая, вместительная. Не просто так прогуляться. Если в маленькую сумочку помещается, ну, вот в эту театральную, ну, что может поместиться? Телефон, помада-зеркальце, разумеется. Ну, очки при желании, если вы идете в театр. Вам там надо что-то рассмотреть. Может быть, бинокль сюда положить. Вот. А бывают сумки очень вместительные. Такие, что в них может что-то и потеряться. Та же самая помада. А через месяц или полгода вы ее найдете и будете этому очень даже рады. Ну, если кто не хочет заморачиваться и делать розочки вручную самому, можно купить в швейном отделе. Продаются вот такие заготовочки. Вот такие заготовочки. Уже готовые цветочки. Здесь запрограммированная вырезанная вышивка. Купил, наклеил ее горячим утюгом. Вот таким образом. И будет тоже интересно. Столько жемчуга наложила. И что-то не догадалась ничего на себя одеть. Ну, я, конечно, не в театре, чтобы жемчуг одевать. Но, тем не менее, прямо оно на мое черное платье, по-моему, просится. Да. Так, ну, что еще можно сказать? Сумки, как вы знаете, бывают разные. Бывают дорожные, бывают театральные, в ресторан, на бал, на выпускной вечер. Ну, бал это и есть выпускной вечер. Ну, без сумочек никуда. Театральная должна быть театральной, на рынок должна быть другая сумка, в дорогу должна быть третья сумка. Ну, на следующем мастер-классе, я думаю, мы пошьем сумочку повседневную с джинсовой тканью. Так что, девочки, у кого что есть, посмотрите в шифонерах, какие-то старые джинсы, старые рубашки, что найдете. Вот с этого мы будем шить на следующий раз сумочку джинсовую. Она будет вместительная, туда можно будет положить не только зеркальце и помаду. Все.